С наступлением осени и значительным сокращением светового дня все более становится актуальным вопрос об уличном освещении. Особенно здесь, на улице Терешковой, около школы номер 8, где его совсем нет. Темнота, грязь, неудобно ходить. Каждый день жителям микрорайона возле школы номер 8 приходится проходить квест в реальности. Свет из окон – единственный ориентир в полной темноте. В шестом часу уже совершенно ничего не видно здесь, очень темно. И там тоже школа находится, магазины, если пройти там практически 50 метров, уже ничего не видно. Там единственный фонарь есть, который горит периодически. Очень плохое освещение, фонарей почти нет. Включают очень рано, собакой гулять, например, мне вообще невозможно. И грязь, да, давно так. И вот мы с дочкой выходим с ней 6 часов гулять, и дочка вся в грязи, и я вся в грязи, и собака вся в грязи. Вопрос об освещении областного центра накануне поднимался на аппаратном освещании. В частности, губернатор четко задал вопрос о безопасности детских маршрутов до школы и обратно. Как утверждают местные жители, именно здесь, около 8-й школы, ситуация не меняется уже несколько лет. Доставляет массу неудобств. Вечером, конечно, возвращаться домой не очень приятно, но добираемся. После шума в соцсетях и нагоняясь сверху, муниципальные чиновники развили на Октябрьской бурную деятельность. Поступило обращение от жителей города Ульянска в части отсутствия наружного освещения, подхода к школе номер 8. Персоналам нашего предприятия оперативно были созданы бригады. В кратчайшие сроки мы все данные работы по неисправностям выполнили. На данный момент все сети наружного освещения на данном участке работают исправно. Если все действительно так, то история завершилась благополучно. Если чиновники слукавили, народное возмущение снова поднимет эту тему. При этом победа в одном месте не дает ответа на главный вопрос. Сколько еще таких проблемных участков по всему городу? Максим Бажанов, Алексей Слипченко, репортер 73.